Тайфун Силы были неравны. Красноармейцы сражались самоотверженно. Любой ценой задерживали они врага. Оборона столицы на рубежах западнее Москвы была поручена генералу армии Жукову. Ценой больших потерь противнику удалось значительно продвинуться на восток. Над Москвой нависла непосредственная опасность. 20 октября Москва и прилегающие к ней районы решением Государственного комитета обороны были объявлены на осадном положении. Партия призвала. Все на защиту родной Москвы. Сурово выглядела наша столица осенью 41-го года. К концу октября частям Красной Армии, сражавшимся на подступах к Москве, удалось остановить врага. Водушевляли бойцов, комиссары и политруки. В прифронтовой осажденной Москве 6 ноября в вестибюле станции метро площадь Маяковского проходило торжественное заседание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Великого Октября. Седьмого ноября на Красной площади состоялся исторический парад частей Красной Армии. Прямо с Красной площади участники парада уходили на фронт. 15-го, 16-го ноября гитлеровские войска начали второе генеральное наступление на Москву. Они намеревались охватить Москву с южного и северного флангов и взять город в кольцо. По всему фронту шли ожесточенные бои. Наши бойцы стояли насмерть. У разъезда Дубосекова 28 панфиловцев в течение 4-х часов отражали танковые атаки врага и не пропустили его. В захваченном фашистами Подмосковье развернулась партизанская борьба. Боевые операции партизан наносили оккупантам тяжелый урон. Под Москвой погибли партизаны-комсомольцы Шура Чекалин, Зоя Космодемьянская. Самоотверженность, мужество советских воинов, контрудары в районе Тулы, Крюково и Яхромы сорвали планы фашистов. Захватчики были остановлены. Москва собирала силы для решительного сражения. Субтитры создавал DimaTorzok